Мамонов, музыкант, в первую очередь, во вторую актер, играл священнослужителя. Ну и что, и что, ну да. Понял я, про кого идет речь, ну и что. Есть ли возможность отречься от христианства? Как это сделать? Что из этого следует? Лев Толстой отрёкся от православия, от христианства. Лев Толстой сказал, что вы вообще неправильно понимаете, что вообще в Евангелии написано, вы вообще неправильно понимаете Христа, церковь должна быть не такая, всё это неправда. Вообще я вам сейчас растолкую, как нужно всё это понимать. Отказался, фактически, от христианства, такое, какое оно и есть, и создал своё. Ну, его там пытались ему сказать, что Лев Николаевич, мы вас уважаем, вас любим, вы гениальный человек, но позвольте богословом заниматься богословием, а пусть писатели пишут романы прекрасные. Давайте, у каждого будет заниматься своим делом. Мы пытались это сказать, как-то объяснить, это длилось не один день, не один месяц и не один год. Но, тем не менее, он на своём настоял. В итоге сказали, что раз он себя сам от церкви отлучил, он сам от церкви отказался, от христианства отказался сам. Церковь после этого сказала, что раз так, то мы признаём, что да. К сожалению, Лев Николаевич Толстой, преданный анафеме отлучён от церкви, он не является нашим чадом церковным. Это печальная констатация факта. Сам Лев Николаевич был доволен, он этого добивался, он к этому стремился. Все рады. Сейчас современные люди говорят, что церковь отлучила Толстого, анафеме его предала. А вот вы меня сейчас тоже спрашиваете, как отречься от христианства. Ну, сделайте, как Лев Николаевич Толстой, просто откажите, да и всё, если вам так это не хочется. Попросите, чтобы вас предали анафеме официально. Обратитесь в епархиальное управление. Скажите, я вот христиан, христианин или христианка, я вот хочу, чтобы меня предали анафеме. Можно написать прошение на имя правящего архиерея? Хочу отлучения от церкви, хочу, чтобы меня не считали христианином. Попробуйте так сделать, что интересно будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!